Начнем выпуск с одного из главных событий в Дагестан. С рабочим визитом прибыл министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Глава Минкавказа посетил регион, чтобы ознакомиться с возможностями республики определить план социально-экономического развития. В обсуждении принял участие глава Дагестана Владимир Васильев. Подробности у Патимат Бурзиевой. За 2018 год бюджет республики пополнился на 39 миллиардов рублей. Это позволит решить целый ряд проблем, отметил глава республики, одной из которых является водоснабжение. В этом году выделили миллиард 700 миллионов из республиканского бюджета на решение вопросов водообеспечения наших жителей. Эта сумма не сопоставима ни с чем, что было раньше. Это существенная помощь. Причем главы субъектов знают об этом, мы будем это контролировать. И с учетом той перспективы, которую нам озвучили, она определяется значительными суммами. Мы уверены, что в ближайшее время состояние водоснабжения наших жителей улучшим реально. Сергей Чеботарев еще до совещания посетил ряд инвестиционных объектов. Тепличный комплекс «Агромир» и завод по производству гипса. Министр высоко оценил качество продукции и подчеркнул, что подобным предприятиям следует оказывать государственную поддержку. Очень вкусная продукция. Мы ее попробовали там, прямо на месте. Так что, ну просто радуюсь, вот глядя на это. То же самое предприятие «Матис». Значит, выпускают 10 тысяч тонн гипса сегодня в год. А перспективы увеличения объемов продукции в 15 раз в ближайшее время за счет модернизации, расширения производства. И, конечно, мы здесь тоже помогаем. Нагистан участвует в 48 национальных проектах. К 2021 году этот список увеличится еще на 5. В основном это социальные проекты, направленные на улучшение жизни граждан в области образования, здравоохранения, строительства, дорожной сети, экологии. В рамках этого проекта мы планируем федеральную дорогу от Дербента до границы с Чеченской республикой за 5-10 лет привести ее в первую категорию. Также планируем построить обходы городов Дербента, Хасавиута, расширить нашу инфраструктуру морского порта Махачкалинского. Согласно реализации национальных проектов будут введены в эксплуатацию 79 образовательных учреждений. Это школы и детские сады. Таким образом, ликвидируют трехсменное обучение в республике. И решится проблема с нехваткой мест в детсадах. Помимо этого, в Дагестане реализуется уникальный проект – 100 школ. Провели его в 37 муниципальных образованиях. Получилось не 100, а 117 школ. Люди добавили еще 17. Мы выделили 2 миллиона всего на каждую школу, ветхую и аварийную. И нам добавили муниципалитеты 30 и 40 миллионов рублей. И граждане, спасибо им огромное, 84,5 миллиона рублей. Мы получили уникальную, как нам кажется, методику решения сложнейшей задачи. Следующий вопрос – социально-экономическое развитие республики с 2016 по 2025 год. Это строительство очистных сооружений в Дербенте, канализации в переселенческом Новолагском районе, завода по производству гипса и завершение переселения жителей Храхуба и Урьян-Уба. Реализация данных мероприятий в 2018 году были утверждены объемы финансирования в размере 210 миллионов 300 тысяч рублей. В настоящее время указанные мероприятия полностью завершены. Социальные выплаты получили 130 семей, это 353 человека на общую сумму 209 миллионов 400 тысяч рублей. И в завершении совещания присутствующие обсудили задачи социально-экономического развития на 2019 год. Так продолжится строительство очистных сооружений в Дербенте, канализации в переселенческом Новолагском районе и нескольких инвестпроектов в республике. Патяна Брузиева, Руслан Салихов. Время новостей. Руслан Салихов. Продолжение следует...